Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио ОСА Чикаго. У микрофона Сергей Сосновский. Сегодня у нашего медиахолдинга особый день, радостное событие. Свет увидел шеститысячный выпуск газеты «Новый свет». И именно этому знаменательному событию посвящается сегодня авторская колонка нашего главного редактора Александра Этмана. Она так и называется «Высота шесть тысяч». То, что вам предстоит осилить, я надеюсь, осилите, было написано к первому отмечавшемуся юбилею газеты «Новый свет». Тогда вышел пятисотый номер. Нам казалось это феноменальным достижением. Был, в кавычках, закрыт ресторан «Метрополь», великий и чудесный Лев Стартеевский украсил зал, даже два. Гостей веселили группы бим-бом, бандитас, обвораживали «Мисс Чикаго» и «Мисс Мехико». КВН из Днепропетровска, Илья Резник читал посвящения, Юрий Щекочихин произносил тосты, Игорь Костолевский признавался, что его бабушку звали Фейной Зеликовной, а Владислав Третьяк отражал буллиты, исполняемые как действующими хоккеистами Чикаго Блэк Хокс, так и просто пьяными людьми. Имена многих других заморских гостей я забыл. Это было очень давно. Непредсказуемая жизнь разбросала их давно, а недавно еще и по разным лагерям. И даже многие здешних, тех, кому не пришлось выбирать сторону между светом и тьмой, больше не сидят за одним столом. А газета продолжала выходить. Сегодня вышла в шеститысячный раз, причем это только новый свет, а были еще и суровое милвокское время, и веселая чикагская правда, и развлекательная суббота, и спортивная панорама, и даже светик для малышей. Я помню всех и благодарен всем, кто приложил руку к этому безусловному достижению. За 32 года их было более 50. Но сегодня я хочу поблагодарить тех, кто разогнал корабль и виртуозно провел мимо мелей и подводных рифов. Милу Этман в первую очередь. Создавать газету профессия. Продавать в нее рекламу – дарование. Продавать в нее рекламу американским людям – талант. Продавать рекламу в русскую газету русскоязычным евреям – искусство. Писать такие картины, делать такие бусы, быть такой энергичной, такой способной и такой красивой – за это ее и любят. За это ее и не любят. И она это знает, и не собирается меняться. Еще благодарю пионеров нового света Жану Барташник, Павла Розуваева, Наталью Осипову, Григория Штейна. И особенно вас, дорогие и уважаемые читатели. Это случилось давно, еще в прошлом веке. Точнее, в июле 1991 года. В мою голову пришла безумная мысль. Периодически в мою голову приходят безумные мысли. Большинство из них мне удается выпроводить. Но некоторые остаются, располагаются по-хозяйски и отравляют мое существование. Так произошло и с этой. Мысль сводилась к тому, что в Чикаго совершенно необходимо открыть первую русскую газету. Я поделился ею с немногими знакомыми. Ну, не тогда, людьми. И им идея не понравилась. Понимаешь, говорили они? Америка читает новое русское слово. Ты же не сможешь конкурировать с новым русским словом. Новое русское слово выпускается с 1910 года. Новое русское слово съела даже Довлатова. Возвращайся лучше в экспортную компанию. У тебя же хорошо пошло. Хорошо пошло. Это слабо сказано. Пошло отлично. После того, как за полгода пребывания на американской земле я успел поработать чернорабочим, грузчиком, дизайнером кухонь и продавцом водосточных труб, Фортуна решила подшутить надо мной и я попал в эту самую экспортную компанию. Она располагалась на верхнем этаже одного из небоскребов на улице Мичиган. Недалеко, от того места, где я еще недавно трудился чернорабочим. Компания искала специалиста по России с большими связями. Так говорилось в рекламном объявлении в Chicago Tribune. Ее возглавляла миловидная женщина лет 37, беременная первым ребенком. Кроме нее в офисе находились еще две женщины. Грустная дама 45 лет и молоденькая секретарша. По окончании моей краткой презентационной речи, произнесенной скромно, но с достоинством, грустная дама констатировала. Он не умеет говорить по-английски. Но зато я все понимаю, как собака, сказал я и продолжил, взрывая произношением слова и путаясь в паутине времен. К тому же вам нужен специалист по России, а не по Англии. А русским я владею. Отлично. У меня была собака, задумчиво произнесла грустная дама. Муж ее убил. Мэгги, сказала хозяйка, ты ходишь к психотерапевту? Каждый день это звалось Мэгги. Далее события развивались следующим образом. Мэгги плакала по собаке и еще чему-то столь же безвозвратно ушедшему, а хозяйка ее утешала и говорила, что скорее всего все изменится. Мне велели явиться в понедельник. Я не опоздал. За столом сидела секретарша. А где все, спросил я. Линда придет к 12. А Мэгги она еще в пятницу уволила. За что? Алекс, наша компания разорилась. Я ухожу через две недели. Тебя уволят через месяц. Но я доблестно продержался целый год. Линда готовилась стать матерью, а потом родила и на работе практически не появлялась. За чеком я ездил к ней домой. Я сидел в огромном кабинете с видом на озеро Мичиган и звонил в Россию. Из России звонили мне. Это было еще полбеды. Однажды мне позвонили из Швейцарии. Мистер Этман. Я ответил. Я. Май нейм из Андре. I'm calling from Lugano. Do you speak German? Поинтересовались на том конце. No, сказал я. Do you speak French? Невозмутимо продолжал Андре. No, сказал я. Do you speak итальяно? Упорствовал собеседник. Piccolo, сказал я. Слегка помявшись, Андре спросил с надеждой. Do you speak English? No, сказал я. В разговоре наступила вполне объяснимая пауза. Я услышал, как Андре сказал кому-то, очевидно сидевшему рядом с ним в неведомом Лугана. Гурам, ну че делать-то будем? Лох на любом языке разговаривать категорически отказывается. Сам ты лох, сказал я. Браток, радостно закричали в трубке. Слава богу, браток. Мы так и думали, раз в объяве написано, что мочевина нужна, значит должны же быть наши рядом. Тебя как зовут? О, Санек, слушай сюда. Мочевина есть. Олова и медь в виде проволоки. Нужны компьютеры и сигареты. Давай к нам. Примем по-высшему, конкретно. Самое удивительное, что мы действительно кое-что покупали и продавали. Линда удивлялась. Я съездил в Швейцарию, Италию и в Москву, в Ригу. Виза мне делала некто Соня, благообразная старушка, имевшая контакт с интуристом. Она много курила и затягиваясь говорила низким голосом. Сашенька, зачем вы возвращаетесь в эту страшную страну? У вас ведь и гринкард еще нет. Вас арестуют и сошлют в Сибирь. Когда мы приехали в Америку, нам выдали гринкард прямо на пароходе. А вы беженец, Америка не станет вас выручать. Потом партнеры из Лугана погрызлись и пострелялись между собой. А потом Линда сказала, что она снова беременна и предложила мне купить ее компанию по какой-то совершенно неразумной цене. Я обиделся и сел на пособие по безработице. Партии компьютеров бороздили просторы мирового океана. От нечего делать я стал посылать статьи в новое русское слово и в панораму. Их печатали. Я получал гонорары и лестные отзывы от редакторов. Помню что-то про свежий взгляд и легкий слог. Кроме того, впервые в жизни я завел дневник. Он не отличался аналитикой. Запись от 23 июля 1991 года например выглядит так. Завтра умилый день рождения. Может газету открыть? Выслушав все против, мы с женой проголосовали за. Ты будешь продавать рекламу, сказал я ей. А я писать. Ей бы возмутиться, вспылить, отказаться. Но она, к сожалению, согласилась. Как назовем газету, спросил я. Предлагаю варианты. У озера. Чикагская правда. Русский Чикаго. Время. Русский базар. Нужно, чтобы было слово новое, сказала жена. Как у нового русского слова. Новое русское слово пользовалось в нашей семье таким же непререкаемым авторитетом, как Спартак у римских рабов или, правда, у ортодоксальных коммунистов. Новый русский, сказал я. Даже не подозревая о том, что предвосхитил будущее. Тогда еще не было новых русских, вернее, они были старые и в основном евреи. Не, сказала она. Новый, протянул я. Свет, сказала жена. Теперь можно было подумать и о компьютере с русским шрифтом. Компьютер я купил русских бизнесменов, торговавших чем-то серьезным на улице имени Линкольна. С русским шрифтом была проблема. Мой приятель Фима Сирота привел очкастого молодого человека, у которого шрифт был. Я нарисовал его сам, гордо сказал человек, которому суждено было стать первым выпускающим первой русской газеты нашего города и добавил. Меня зовут Андрей. Я из Ленинграда. Женат на американке. Жру все американское. Пью все американское. С американцами же. Шучу так, чтобы они понимали. Тоскую. Шрифт Андрея оказался изумительно похож на старославянскую вязь. Почти таким же пользовался первопечатник Иван Федоров. Я сказал. Очень красиво. Когда мы будем печатать листовки по заказу какой-нибудь православной церкви, я обязательно вам позвоню. Андрей сказал. Я нарисую новый шрифт. Я способный. И нарисовал. Я стал писать. Андрей распечатывал мои сочинения по строчке и клеил их в бейсменте на теннисном столе. А в это время моя жена продавала рекламу. Продать рекламу тяжело вообще. А продать рекламу в несуществующую газету все равно, что будучи австрийцем стать губернатором Калифорнии. Здравствуйте, говорила жена хозяину или хозяйки русского бизнеса. Мы готовим первый номер первой чикагской русской газеты. Замечательно, говорили бизнесмены и бизнесменши. Бог в помощь. А отрекламироваться, спрашивала жена. А вот выпустите газетку, мы и посмотрим. Тем не менее, героическими усилиями моей жены затраты на печать первого номера мы окупили. Для этого, впрочем, пришлось продать мой Бьюик Лиссейбр. Эта машина была потрясающим транспортным средством. Ее мне продали на второй день моего пребывания в Америке, и тот, кто это сделал, до сих пор убегает из ресторанов при моем появлении. Сложность заключалась в том, что купить ее за бесценок согласился лишь один дилер в Эванстоне, а жили мы тогда в Скоке. Вернее, сложность заключалась не в этом, а в том, что к тому времени Бьюик ездил только задом. Поэтому я выехал в Эванстон в 4 утра. По пустынной в этот час улицы Демпстер мы с Бьюиком беспрепятственно добрались до перекрестка Снайлс-Сентр-Роуд. Там нас остановил полицейский. Он подъехал сзади, то есть уткнулся нам прямо в лобовое стекло. Я последовательно произвел следующее действие. Сосчитал до 10, походил по линии и подышал в трубку. После этого полицейский сказал. Вы не пьяны. Я знаю, ответил я. Почему же вы едете задом наперед, спросил полицейский. Потому что он только так и едет, сказал я. У Бьюика вообще дерьмовая трансмиссия, сказал он. Дерьмовая, сказал я. Русский, спросил он. Американский, сказал я, похлопывая автомобиль по капоту. Да не Бьюика вы. Русский. Куда же вы едете, спросил он. Надеюсь, не в даунтаун. Я объяснил. Он сказал. Вам нужно было вызвать тауинг. Дорого, сказал я. Вообще-то я должен выписать вам штраф и припарковать вашу машину. Но я вам помогу. Я поеду впереди, а вы за мной. Но упаси вас бог ударить меня сзади. Кроме того, если меня вызовут по рации, я остановлю вас и вы обещаете, что не сдвинетесь с места. Я разнервничался. Мой английский был чрезвычайно худ. А когда я нервничал, он становился ужасающим. Я перепутал слова. Когда до меня дошло, что добрый полисмен поведет меня до самого Эванстона и прощает мне все мои прегрешения, я хотел сказать ему thank you, а вместо thank я употребил другое слово, которое тоже в транскрипции начинается на F, которое мне неудобно сейчас произнести. Я сказал проникновенно и благодарно F you. What? растерянно спросил полицейский. F you very much, повторил я с вежливым поклоном. Некоторое время полицейский смотрел на меня огорченно, так как смотрят вслед уходящему поезду, который отправился со станции раньше времени, указанного в расписании. Потом его охватило истерика. F you, рычал он, захлебываясь от смеха и хватаясь двумя руками за ковбуру. Very much. Sorry, сказал я. Нет-нет, задыхаюсь он. Давай-давай, я буду рассказывать об этом внукам. Наконец он успокоился, вытер слезы и мы поехали. На прощание я пожал ему руку и хотел снова поблагодарить, но он сказал достаточно. Я понял. Машину я продал и на вырученные деньги мы купили факс и фломастеры, а через месяц выпустили второй номер газеты, а еще через месяц третий. А потом газета стала выходить чаще, долгое время вообще выходила каждый день и вот дошла до отметки 6000. Здесь уже высоко, но восхождение продолжается. Александр Этман Ну что ж, друзья, а сейчас на волнах радио ОСА Чикаго рекламный блог для нашей стремительно растущей аудитории в Южной Флориде. Не забывайте подписываться на все аккаунты нашего медиахолдинга в социальных сетях. Это свет медиагрупп в фейсбук, группа свет коннект флорида для тех, кто слушает нас во флориде. Также она продублирована в инстаграме. Это свет флорида в одно слово. Свет медиагрупп тоже есть в инстаграме. Еще раз напоминаю про то, что у нас есть сайт в интернете свет.ком и, конечно же, ютуб-канал свет медиагрупп. Там мы выкладываем записи наших радиопрограмм. А телефоны рекламной службы свет медиагрупп 847 477 77 70 это в Чикаго или 561 906 64 42 в Майами. Ресторан Асканели Форт Лодердейл. Вкусное и крутое место для успешных и оптимистичных людей. Адрес 511 South East 5 авеню. Номер телефона 754-200-5917. Возьму себе бутылочку боржоми, вина возьму и закажу шашлык. Харчо, сациви, бажи, пхали, гоми. Отказывать себе я не привык. Любимой кухни вкусом наслаждаясь хинкали с чакапули уминал. В своих возможностях ничуть не сомневаясь еще и хачапури заказал. Аджарская, да-да, желтком наружу. Аджапсандал и чтобы на каце. Вот так меня жена и обнаружила с блаженную улыбкой на лице. Ресторан Асканели. Не обделите себя. Рилфуд Акэдеми. В Рилфуд Акэдеми в Майами создали уникальные кулинарные классы для взрослых и детей. Сейчас в программы Рилфуд Акэдеми входят кулинарный лагерь, субботние детские классы, занятия для мам и детей, а также вечерние курсы для взрослых. Также в Рилфуд Акэдеми предлагают индивидуальные кулинарные занятия для особых случаев, таких как дни рождения или корпоративные мероприятия. Профессиональные повара разработают уникальное меню для вашего события. Вне зависимости от того, ищете ли вы новое хобби, дополнительное занятие для детей после школы или нарушить рутину, Рилфуд Акэдеми станет для вас идеальным местом. Звоните 786 395 03 55 или бронируйте класс на сайте therealfoodacademy.com. Танда Танго. Танго и общение. Танда предлагает групповые и индивидуальные уроки танго, устраивает семинары, шоу и культурные мероприятия. Прекрасный зал можно взять в аренду для дней рождения, бар и батмитцв, торжеств или корпоративов. Винный бар работает со среды по субботу с 5 до 10 вечера, хэппи аур с 5 до 7. Адрес в интернете 3wtanda.us. Номер телефона 305 646 998. Адрес 1831 North East 123 улица, North Miami. Доктор Дмитрий Гительмейкер. Терапевт, превентивная медицина, правильное питание, лечение ожирения, омолаживание. Огромный опыт работы. Выпускник престижных медицинских вузов, включая университеты Нью-Джерси и Бостона, Колумбийского университета и медшколы Гарварда. Говорит по-русски. Адрес 3800 South Ocean Drive, Suite 230, Голливуд. Телефон 305 771 0034. 305 771 0034. Адрес в интернете 3wgittelcare.com. Greener Path Retirement. Планируйте выход на пенсию заранее. Наша цель – позаботиться о вас и вашей семье, чтобы достичь целей с помощью финансового и пенсионного планирования с учетом вашей личной ситуации. Для частных лиц. Управление состоянием, накопление на колледж, страхование и управление рисками, страхование жизни и трудоспособности. Для владельцев бизнесов. Групповые пенсионные планы, инвестиции и все сопутствующие услуги, включая сравнение фондов. Звоните Моши Аронову. 212 776 1861. 212 776 1861. Стоматологическая клиника Ильи Фрайберга. Бесплатная консультация, включая рентгеновские снимки, чистка зубов, глубокая чистка и лазерное отбеливание десен, виниры и косметологическая стоматология. Пломбы, коронки и зубные мосты. Лечение корневых каналов. Удаление зубов, включая зубы мудрости. Инвизи-лайн и традиционные брекеты. Зубные протезы и протезы с опорой на импланты. Реконструкция всей полости рта и создание улыбки. Номер телефона 954 923 73 48. Адрес 1876 Polk Street, Голливуд. Адрес в интернете 3wsmile-on-as.com. Говорим по-русски, по-испански и по-английски. Eastside Active Living. Первый российско-американский дом для пожилых во Флориде. Предлагает одноместное и двухместное размещение недалеко от океана. Полный пансион, доктора на территории, русскоязычный персонал и администрация, ответственные и добрые медсестры, круглосуточный сервис для резидентов, квалифицированные психологи, физиотерапия, отзывчивый обслуживающий персонал, развлекательные и образовательные программы, трехразовое питание. Помогаем получить финансовую помощь от государства. Говорим по-английски, по-испански, по-русски, по-португальски и на креольском. Наша цель – создать условия достойной старости для ваших пожилых родителей и родных. Адрес 1600 Таффт-стрит, Голливуд. Номер телефона 786 707 53 03. 786 707 53 03. Ну а сейчас, уважаемые дамы и господа, настало время интервью и важного интервью. Вы сейчас поймете, потому что на сей раз наш гость доктор Абдул-Хамид Аль-Раис, опытнейший пульмонолог в Advocate Lutheran General Hospital с великолепными рейтингами и сегодня мы будем говорить о раке легких. Доктор, я сказал, что вы были экспериментами пульмонолога, с отличным рейтингами и reviews, и что ваши пациенты просто adore вас. Я читал все, что я имею в виду. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры. Сегодня мы будем говорить о брусаллуре, что это лунг-канер, как и оважаем его, и о том, что делать, если это случилось. Причем все в соединенные университеты, и, unfortunately, мы не можем говорить о брусаллуре, то мы имеем очень важный вопрос. Первое, доктор, что происходит с лунг-канер? So lung cancer incidence is very high worldwide and in the United States and mainly because of as main cause is the spread of the smoking habit between the patients and the incidence is around in the United States reaching almost quarter million a year. There's 250,000 patients a year that get diagnosed with lung cancer. The bad part about it, there's more incidence of cancer with colon, breast, prostate, those other cancers that are also very important to screen for. But if you compare the three of them with lung cancer, lung cancer, even the incidence of it is less, it causes more death compared with other three cancers. The reason is patient doesn't know they have cancer because I tell that to the patients I see the lungs doesn't have nerves to feel a pain, doesn't have a has a big space for things to grow before it can cause symptoms. And that's why it's hidden and usually very risky when it happened. When we start seeing the patient have symptoms, sometimes it's in advanced stages. What are the risk factors for lung cancer? So there is multiple risk factors, but the number one risk factor is the smoking. And the reason that we highlighted because 85% of patients presented with lung cancer has been smokers before or currently smoking. And we are not saying this and we tell that to every patient, not because we want to blame them for doing that, but just to bring it to the awareness that this is what we think until now, all the studies suggested this is the number one cause. Of course, of course, other exposures in work, usually to asbestos, sometimes that can increase the risk, but we find that increase the risk hand in hand on patients who smoke too. At the same time, also, there's other reasons like radon exposure, which is something that all the states look unchecked for that. And you see it in some houses that need to be checked. That exposure to radon is important to rule out also on those cases. Speaking of importance, how important is it to detect, actually, I know the answer probably, the lung cancer in the early stage? The reason it's important is because it reflects on the survival. So if we detect lung cancer in stage one and the high stage is stage four, let's compare those two stages. From the data we have, the five-year survival for patients who detected with stage one lung cancer, it's 50% to 70% without treatment or without treatment. On the other hand, if you detect lung cancer in stage four, meaning already it has been in the lung and spread somewhere else, the survival dropped to 5%. You're talking about 10-fold different, at least, between the importance of why we are always keen to discover that cancer very early. What is survival percentage per stage if we're talking about first, second, third, fourth? So the key point is that the first stage and second stage, always, those patients have a more aggressive treatment, like surgery. They can offer surgery. And that's what makes the change in the stage difference. But if you look at it, stage one, it's like 55% to 70% survival in five years. Stage two, it dropped to 40%. Stage three, it dropped to 10%. And stage four, sometimes 1% to 5%. So you can see the spectrum of the importance why we are looking for detection when they are small nodules rather than they are big tumors. So how we can prevent... So the prevention, you know, the treatment for things, yes, we treat it. But you brought a very important point. Prevention is always the best. So it's never too late for any patient who is concerned about having or developing lung cancer to quit smoking. This is number one advice because sometimes people think that I smoked for 30 years. What's the difference now, right? They say that. But always, if you reduce the exposure, you are reducing the incidence and reducing the feeding genomic changes that happen on the cells in the lungs that trigger cancer. Doctor... So that's... Go ahead. No, go ahead. Go ahead. Very important. That's why when we meet the patient about lung screening for lung cancer, the number one thing we can come out from that visit is to stop smoking. If we don't advise that, if we don't discuss that, we are not achieving the goal from the screening. I have to ask you. I have to ask you because very important question. I don't know the answer. By the way, I have to Google maybe, but you are here. Cancer screening and chest CT are the same procedures? That's a great question. So I will give you a history of how the CT scan developed to be part of the screening for lung cancer. They did a huge study to compare chest X-ray, the neuronal chest X-ray, with a CAT scan for detection of lung cancer. And we are looking to detect early. And they found out that chest X-ray missed all the new little small start of lung cancer in the lungs. Because it's impossible to see those small nodules on chest X-ray, unless it's a big mass. So what's the point if I'm discovering something already in advanced stage? But they found out, like, doing 230, 260 CAT scans for patients, save one patient. And that's what came up with the lung screening. The second question came up is that if we are doing too much CAT scan, are we exposing the patient to much radiation? And that's a concern. That's how the lung screening CAT scan now, different from the CAT scan that we do when we go to the emergency room. It's a low-dose CT scan of the chest. It doesn't need the contrast, so no IV placed on the patient. It's really a 20-second CAT scan. It's covered by all insurance if you are filling the criteria. And it's very important to get enrolled because if you look at the percentage of patients who are qualified for these tests, the low-dose CT scan of the chest, they are only screened 5% of all those populations. The reason I'm here with you today, if I want somebody to take one home message, is that we will see what the criteria should be looked for to see if that person has a benefit of doing the lung screening. And if we increase that number, for sure, what proof from the studies, we will save lives because we will improve survival. Doctor, thank you very much. The last question is, because time is up, how we can help, how you can help patients with the lung cancer screening CT? Now I understand that there are two different things at Lutheran General. So, if you are 50 to 80 years old, if you are still smoking or quit smoking within 15 years, and you smoke 15, even 15 years, if you quit smoking in 15 years. I quit two weeks ago. Well, that's what it's important to know. 50 to 80 years old, still smoking or quit smoking 15 years ago, and you smoked for more than 20 packs a year. Meaning, if I smoke one pack a day for 20 years, or half pack a day, 10 cigarettes, for 40 years, you qualify for that lung screening program. And all what you need to do, to call the number for screening, or request a visit, we will get you in, see you put the order, and see you after the CAT scan. Because this is how we want to save more people. So, if we find out that there's a nodule that needs to be diagnosed, we will discuss that, even if you want in different time. Because what I want the message from today is, get screened if you qualify for it, please. Doctor, thank you. God bless you. So, actually, I had three different CTs for the past three months. So, and the last one was CT. And lungs, they said, are clean. But now I know that they cannot see, actually. I need to do screening, like many of us guys. So, please, pay attention to what the doctor said. Thank you very much. I don't want to say I'll see you soon, but I know who to go to if something happens. Thank you very much, my friend. Thank you. Have a wonderful day. Thank you for having me. Bye-bye. Bye-bye. А сейчас на волнах радио ОСА Чикаго первый рекламный блог для жителей Чикаго и пригородов. Михаил Шмуклер и Марина Демент – синоним класса надежности мастерства, когда мы говорим об общей и косметической стоматологии. Полный спектр самых современных и передовых процедур. Здоровая и красивая улыбка не только привлекает, но и является залогом вашего общего благополучия. Экстренное лечение, профилактическое и восстановительное лечение, косметическая коррекция улыбки, отбеливание зубов, фарфоровые виниры, импланты, коронки, мосты, терапия корневого канала, лечение храпа. Адрес 3400 Данди Роуд, Сьют 100, Норсбрук. Номер телефона 847-205-01-90. 847-205-01-90. Похоронный дом Вайнстайн и Пизер предлагает самые выгодные цены на все услуги, а также современный зал для прощания с близкими. Здесь помогают русскоязычным семьям более 30 лет и гордятся этим. Чуткие сотрудники понимают традиции и нужды каждой семьи и хорошо знают, что именно необходимо в трудную минуту. За дополнительной информацией звоните 847-256-57-00. 847-256-57-00. Адрес 111, Скоке-Бульвар, Вилмет. Дорогие родители, хотите ли вы развить у вашего ребенка логическое креативное мышление, структурный подход к решению любых даже сложных жизненных задач, умение находить нестандартные решения, развить навыки работы в классе, ведение и пользование конспектами, которые подготовят его к учебе в колледже? Хотите видеть вашего ребенка, свободно выбирающего будущую престижную профессию, без страха за сложности с математикой? Все это вы найдете, записавшись в популярную по всей Америке и Канаде Russian School of Mathematics, RSM. За 25 лет своего существования школа, благодаря бесспорному успеху своих учеников, не раз привлекала к себе внимание таких популярных медиа, как Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, Atlantic Magazine, NPR Radio и TED Talk. По оценке Центра для талантливой молодежи при Университете Джонса Хопкинса, RSM входит в десятку лучших образовательных программ в мире. К вашим услугам 5 действующих филиалов RSM в Иллинойс, в Buffalo Grove, Виллинге, Скоке, Шамбурге и Напервиль. Для записи зайдите на сайт www.mathschool.com и нажмите на зеленую кнопку Schedule Evaluation, где вы сможете выбрать из списка школу, удобную для вас по месторасположению. После короткого 30-минутного собеседования вам будет предложен класс, наиболее подходящий вашему ребенку. Ждем вас. Наш телефон 855-628-48-55. 855-628-48-55. Если вам нужен безупречный, очень надежный во всех аспектах автомобиль, то рекомендуем Mercedes-Benz от Hoffman Estates. Это ваш дилер, и не важно, идет речь ли о новой или подержанной машине. Нуждаетесь в качественном техобслуживании? Понадобились запчасти для самостоятельной работы с автомобилем? Во всех этих случаях, Mercedes-Benz Hoffman Estates является наилучшим ответом. От новых фургонов Sprinter до нового Mercedes любого класса. Выбор автомобилей здесь непревзойденный. 10.00 Westgolf Road в Hoffman Estates чуть к западу от I-90. Адрес в интернете mercedeshoffman.com или позвоните по телефону 847-885-7000. Mercedes-Benz of Hoffman Estates. Там говорят по-украински, по-русски и по-польски. United Healthcare. Выбор плана Medicare – это серьезное решение, принимать его с бухты-барахты не следует. Гораздо мудрее было бы присесть и поговорить с человеком, который знает о планах Medicare буквально все. У компании United Healthcare много лицензированных агентов по продажам прямо здесь, в Иллинойс, готовых ответить на все ваши вопросы по планам Medicare. Но мы рекомендуем проверенного человека – Полину Сигал. Звоните ей по телефону 1-847-452-8193. 1-847-452-8193. Или зайдите на сайт uhc.com slash medicare. Sinclair и Growth Law. Сделки с недвижимостью, покупка и продажа коммерческих помещений и частных домов или квартир. Estate Planning. Завещание, трасты, доверенности. Бизнес-услуги, регистрация компании, составление контрактов, продажа бизнеса, коммерческий лизинг и прочие услуги. Ольга Гроуд. Номер телефона 312-331-04-90. 312-331-04-90. Таня Синклер. Номер телефона 773-406-17-90. 773-406-17-90. Адрес в интернете www.sinclairgrowthlaw.com. Юридическая фирма обслуживает Чикаго и пригороды. Сергей Кучинский, ведущий адвокат юридической группы Кучинский Лоу Групп, теперь сотрудничает с фирмой Clifford Law Offices в Чикаго, одной из ведущих в стране юридических фирм, специализирующихся на делах, связанных с травмами и медицинской халатностью. Сергей свободно владеет русским и эстонским языками. Вместе эти компании будут вести ваши дела, связанные с медицинской халатностью, включая родовые травмы, черепно-мозговые травмы и хирургические ошибки. Также в компетенцию Сергея входят неправильная диагностика рака, ДТП, аварии с участием пешеходов и велосипедистов, травмы и гибели людей на железной дороге, авиакатастрофы, дела о дефектных изделиях, травмы на строительстве, взрывы, утопления, различные сложные дела, связанные с травмами и смертельным исходом. Звоните Сергею Кучинскому в случае травмы или трагической гибели близкого человека. Бесплатная консультация. Звоните по телефону 1-833-425-6529, 1-833-425-6529 или заходите на сайт www.cliffordlow.com. North Shore Dermatology Center. Выявляем и лечим рак кожи на протяжении 20 лет. Полный спектр диагностических услуг для детей и взрослых. Удаление родинок и бородавок, лечение псориаза, сыпи, дерматита, облысения. Также предлагаем косметические услуги, включая ботокс, лазерное омоложение кожи, инъекционные импланты, филеры, уменьшение интенсивности темных и пигментных пятен и многое другое. 3 клиники 925 Sheridan Drive Lake Bluff 361 West Winchester 2 West Lake Avenue Will Matt 1850 West Winchester 106 Libertyville Номер телефона 847-234-117 Говорим по-русски. Принимаем Medicare и другие страховки. Прием также в вечернее время и по выходным. North Shore Collision Рихтовка и покраска легковых и грузовых автомобилей всех марок. Новый метод ремонта мелких повреждений без покраски. Бесплатная оценка. Все виды страховок принимаются. Номер телефона 847-831-1313. 847-831-1313. Адрес 1566 Олд Дирфилд Роуд, Хайлэнд Парк, Иллинойс. MG Financial. MG Financial и Гейл Кочмаровски. Решение любых вопросов, связанных со страхованием для частных лиц и бизнесов. Все виды страховок, включая медицинскую и стоматологическую. Страхование жизни. Медицинская страховка на время путешествий и на короткое время. Страхование по длительному врачебному уходу за пожилыми и нездоровыми людьми. Вопросы, связанные с налогообложением. Звоните 847-509-8348 или пишите gkacz-at-m-g-financial-dot-com. Адрес 1434 Текни Роуд, Норсбрук. Далее Дримс. Жилое и коммерческое строительство. Наружные работы. Сайдинг, окна, крыша, водосточные трубы, карнизы, деки, европейские двери. Внутренние работы. Кухни, ванны, полный ремоделинг, архитектурные и дизайнерские работы. Номер телефона 312-388-58-35. 312-388-58-35. Звоните Роберту Зелинскому, чтобы обсудить, как сделать ваше жилище домом мечты. I-Level of Норсбрук. Учебный центр. Хорошие оценки всегда в ранце. Мы окажем вашему ребенку необходимую академическую поддержку, которая поможет ему уверенно чувствовать себя как в классе, так и за его пределами. Индивидуальные занятия в I-классе. Математика, чтение, письмо. Огромное количество школ. Следите за новым светом и сайтом MyEyeLevel.com. Sweet Home Gelato. Настоящее итальянское джелата, приготовленное вручную. Пальчики оближешь. В этом кафе вы можете отведать более 30 разновидностей джелата, 18 видов сорбе, кофе, шейки, печенье. Заказывайте онлайн 6 разновидностей джелата на любой праздник, семейное торжество или корпоративное мероприятие. Выбирайте, какое кафе ближе к вам. Новая локация в Highland Park. 1853, 2-я улица, Highland Park. Телефон 847-432-22-33. Другое кафе 518 Milwaukee Avenue, Libertyville, телефон 847-984-25-44. И третье кафе 50 South Main Street, Suite 138, Naperville, телефон 630-210-8457. Адрес в интернете www.sweithomejelato.com. Это был первый рекламный блог для жителей Чикаго и пригородов. Я напоминаю, что вы слушаете радио АСАД Чикаго, а мы продолжаем с обзором американских и мировых событий. Байден Трамп. Вторая серия. Скоро на экранах. Президент Байден заявил, что ставки не могут быть выше, после того, как он и бывший президент Трамп одержали убедительные победы на своих президентских праймарис в Нью-Гемпшире. Теперь ясно, что Дональд Трамп станет кандидатом от республиканцев, и я хочу сказать стране, что ставки не могут быть выше. «Наша демократия, наши личные свободы, от права выбора до права голоса, наша экономика, которая переживает самый сильный подъем в мире со времен ковид, все это поставлено на карту», – сказал Байден. «Я хочу поблагодарить всех, кто вписал мое имя в бюллетене в Нью-Гемпшире. И я хочу сказать всем тем независимым и республиканцам, которые разделяют нашу приверженность основным ценностям нашей нации, нашей демократии, нашим личным свободам, экономике, которая дает каждому справедливый шанс присоединиться к нам, как к американцам». Никки Хейли получила 43,2% голосов избирателей-республиканцев, Дональд Трамп – 54,6%. Он стал первым в современную эпоху кандидатом от GOP, не занимающим пост президента, который победил в Айове и в Нью-Гемпшире. Хейли, однако, собирается остаться в гонке и напомнила своим сторонникам, что впереди еще десятки штатов. У демократов Байден набрал 66,8%, Дин Филлипс – 20%, Мариана Уильямсон – 4%. Катастрофа под Белгородом В районе села Яблонова в Белгородской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. На борту находились, по разным данным, от 68 до 74 человек, все они погибли. Российская сторона утверждает, что в самолете находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена из шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих, и что самолет был сбит ВСУ. Украинские средства массовой информации, в свою очередь, сначала подтвердили факт уничтожения самолета силами ВСУ, но затем эта информация исчезла. Сообщается, впрочем, что на борту упавшего самолета находились ракеты С-300. Глава Комитета по обороне Российского парламента Андрей Картополов заявил, что больше ни о каких обменах не может быть и речи. Пока нет доказательств правоты ни одной из сторон. Боинг, у вас проблемы. Генеральный директор Аляска Airlines Бен Минникучи в интервью программе «Ночные новости» NBC с Лестером Холтом рассказал, что перевозчик обнаружил несколько ослабленных болтов на многих самолетах Boeing 737 MAX 9. Это было первое интервью генерального директора после того, как заглушка двери одного из самолетов MAX 9 вылетела из боковой части фюзеляжа всего через несколько минут полета из Портленда, штата Регон, в Антарио, штат Калифорния, вынудив пилота совершить экстренную посадку. «Я не просто расстроен и разочарован, я в ярости. Это случилось с авиакомпанией Аляска Airlines. Это случилось с нашими пассажирами и нашим персоналом. Боинг, у вас большие проблемы», – сказал Минникучи. Леонардо и Марго не заметили. Объявлены номинанты на премию «Оскар». Триллер Кристофера Нолана «Оппенгеймер» возглавил список претендентов с 13 номинациями. Фантастический фильм «Бедные несчастные» Сэм Мэй Стоун в главной роли получил 11 номинаций, а драма Мартина Скорсеза «Убийцы цветочной луны» – 10 номинаций. Блокбастер «Барби» получил 8 номинаций, включая Райана Гослинга в категории актера второго плана. Однако Гослинг резко выступил против решения Академии в связи с тем, что его партнерша по фильму Марго Робби и режиссер Грета Гервик не стали номинантами. Нет Кена без Барби и нет фильма о Барби без Греты Гервик и Марго Робби, двух людей, благодаря которым этот фильм стал блокбастером и прогремел на весь мир. Без их таланта ни один из тех, кто делал фильм и получил номинации, признания бы не добился. Сказать, что я разочарован тем, что они не номинированы в своих категориях, значит не сказать ничего. Не получил номинации и Леонардо Ди Каприо, блестяще сыгравший в «Убийцах цветочной луны». Вручение Оскара состоится 10 марта на 96-й по счёту церемонии, ведущим которой в четвёртый раз станет Джимми Киммел. А искусственный интеллект ни о ком не жалеет. Уже в текущем году, согласно данным, было уволено 13 тысяч сотрудников технологических компаний, поскольку отрасль удваивает инвестиции в искусственный интеллект. Вчера, например, генеральный директор eBay Джейми Ианонне объявил, что компания сокращает тысячу позиций или около 9% штатных сотрудников, сославшись на сложную макроэкономическую обстановку. А генеральный директор Google Сундер Пачай предупредил сотрудников, что в ближайшие месяцы следует ожидать дополнительных увольнений, поскольку технологический гигант переориентируется на искусственный интеллект. Компания Duolingo по той же причине уволила около 10% своих контрактных работников. Амазон также сократил сотни рабочих мест в этом году, в том числе на платформе потокового вещания игр Twitch. Это был обзор мировых событий, а мы продолжаем с рекламой для жителей Чикаго и пригородов. Тапос Гитана Восхитительная еда, широкий выбор тапос, в том числе множество вегетарианских и безглютеновых блюд. Теплая обстановка, уютное патио и вежливое обслуживание. Почувствуйте снова вкус настоящей Испании. Энди энд Тапос Гитана Тим ждут вас. Номер телефона 847-784-93-00 Адрес ресторана 310-HUB-ROAD-NORSFIELD Адрес в интернете www.taposgitana.com Apostel Guru Услуги апостиля, сертифицированного заполнения любых документов на территории всех 50 штатов. Нотариальные услуги, сертифицированные переводы, снятие отпечатков пальцев. Говорим по-английски, по-украински и по-русски. 224-South Milwaukee Avenue, Suite C. Виллинг Номер телефона 224-326-00-01 224-326-00-01 Адрес в интернете www.apostelguru.com Family Dental Группа донтистов под руководством доктора не дали обида приглашают вас в одну из двух клиник, расположенных на 52-06 Линкольн в Чикаго, телефон 773-561-51-06 и на 33-32 Вестерн, тоже в Чикаго, телефон 773-327-65-00 Стоматология для всей семьи. Говорим по-украински и по-русски. Принимаем большинство страховок. Общая и косметическая стоматология. Импланты, коронки и мосты. Ортодонтия. Hearing Health Center Помогаем вам с 1984 года. Предлагаем. Бесплатное базовое обследование. Удаление ушной серы. Диагностика слуха. Проверка баланса и склонности к головокружению. Оценка тиннитуса. Консультации и лечение. Слуховые аппараты. 5 офисов. Highland Park, Downtown Chicago, Naperville, Chicago и Oakbrook. Все адреса, телефоны и дополнительная информация на сайте www.hearinghealthcenter.com Elite Sports Therapy and Wellness Спасает людей и возвращает их к активной жизни. Клиника, которая по праву считается одной из самых продвинутых и качественных в США, расположена в Хайленд Парке. Здесь предлагают передовые методы естественной терапии, которые помогут вам двигаться, жить и чувствовать себя намного лучше. Вами займется команда профессионалов, использующая широчайший спектр терапии, включая иглоукалывание, хиропрактику, креотерапию, физиотерапию, традиционную китайскую медицину, великолепную сауну и отличные массажи. Адрес 1200 Old Skokie Valley Road Highland Park, номер телефона 847-748-88-04, адрес в интернете elitstw.com Грандиозное шоу-рандеву с Лаймой Вайкулэ в Чикаго, начало в 8 вечера, вторник, 13 февраля, Коперникус, Центр, адрес 52.16, Вест Лоуренс-Авеню, Чикаго, билеты 3wbomond.com Заметки интроверта По случаю юбилея нашей с вами газеты было решено вернуться домой из путешествия, во время которого был отмечен ряд знаменательных дат, включая 34-летие со дня нашего переезда в Америку и 32-летие газеты. В Чикаго меня ждали мороз, снега и приглашение от мэров нескольких пригородов на участие в предвыборных дискуссиях. Я никогда не хожу на дискуссии, ни на какие дискуссии, но продолжаю получать приглашения. Провинциальные политики вообще странные люди. Например, они верят в чудеса и в тех, кто, как они полагают, их творит. А за мной совершенно незаслуженно тянется шлейф удачливого руководителя предвыборных кампаний, и бывшие градоначальники, похоже, рассказывают обо мне будущем. Всё началось с того, что в своё время мы активно вмешались в предвыборную кампанию за кресло мэра Норсбрука и фактически сделали мэром одного, ну вообще ничем не примечательного человека. Для этого, впрочем, не понадобилось даже компромата на его соперника. Мы просто попросили прийти на выборы наших Норсбрукских читателей и слушателей и проголосовать за кандидата. Эту карту не удалось побить никому. Те 70 человек, шашлык в весеннем лесу, подснежники, бесплатная подписка, проникновенные тосты, море личного обаяния супруги кандидата. Короче, наш довольно уверенно выиграл. Впоследствии я повторял этот нехитрый фокус несколько раз и гарантирую, в практически любом американском пригороде мэром может стать каждый, если он понравился редактору газеты на русском языке или соблазнил его щедро оплаченной рекламой, при условии, конечно, наличия 70 читателей, согласных в виде исключения пойти и проголосовать за шашлык. Ну, то есть формально за кандидата в мэры, но на самом деле за шашлык. И бесплатную подписку. Новый мэр прислал письмо, написанное от руки, в котором клялся в вечной дружбе и благодарности, положить конец которым не в силах никто. Вспоминал бабушку из Полоцка, дедушку из Подола и прадедов из Вильно. Некоторые буквы были размыты слезами умиления свежеизбранного. Потом он приехал сам и привез торт, дешевый и невкусный, но большой и с кремом. Со временем власть затуманила его память, и он не нашел времени поддержать нас в деле спасения русского языка и преподававшей его еврейской учительнице в Гленбрук Норс Хай Скул. Более того, полиция грубо прервала течение спектакля театра на юго-западе «Каллигула», импульсивно разыгравшегося на нашей лужайке в половине четвертого утра счастливой от радушного приема труппой. А через месяц инспекторы стали придираться к неровностям забора на участке. Затем нарекания вызвала ирригация. Эти и некоторые другие санкции привели к тому, что я продал дом-онкологу из Норс Вестерна и уехал в Хайленд Парк, где история повторилась почти с точностью. Выпистыванным мною тамошним руководителям мне понравилось, что я без разрешения срыл дюну, чтобы из бейсмента, из подвала, открывался вид на озеро Мичиган. Это было красиво. Я вообще-то интроверт и не очень люблю людей, а жена экстраверт. И очень. И она приглашала их, и они приходили и искренне радовались за нас. Один бывший продавец автомобилей пришел с женой и ребенком, и его временно парализовало от радости за нас у нас на глазах. Он бросил продавать машины и устроился к нашим конкурентам. Но так ничего и не добился, потому что, когда тебя парализует от радости за кого-то, ты не в состоянии задавать вопросы. А задай он их, я бы объяснил, что в нашем деле с виду простом мало быть честолюбивым и завистливым. Успеха можно добиться при условии соблюдения как минимум еще 186 второстепенных условий и обязательного наличия одного непременного качества из области компактного скопления нейронов и синапсов. Но я его понимаю. Дом был действительно хорош. Прямо из подвала открывался вид на шестую мель. В лифте в удобном кресле разговаривала по телефону бабушка моей жены. Из финской бани гости вплывали в закрытый бассейн со всегда открытым баром. В первый же год прижилась красная смородина, привезенная из Юрмалы. По утрам к ней приходили оленя. Я подружился с одним. У него на ухе висела бирка с номером 60, годом моего рождения. Я научил оленя 60 обгладывать ветки деревьев соседки-шпионки, которая изучала наш дом и приходящих в него более внимательно, чем Петров и Баширов собор в Солсбери. Потом она написала отчет на 20 страницах, присовокупила фотографии оленя и срытые дюны и отправила все это моим, как оказалось, неблагодарным протеже в мэрию. Какой поднялся шум. Созвали комиссию. 20 человек. Приезжали на Тойотах, вздыхали, спрашивали, чем конкретно я торгую, оружием или наркотиками. Приговорили к крупному штрафу. Заставили восстановить дюну и прекратить нефтедобычу. В результате, через 6 лет я продал дом предпринимателю из Ирана и уехал в небольшое домишко, где тихо, скромно, неприметно живу и сейчас насодеянное. Игнорирую все приглашения и посулы. Приглашаю в гости исключительно близких друзей, с которыми сегодня отмечу выход 6000 номера Нового Света. Все же веха, как-никак. А на сегодня это все. Вы слушали радио АСА Чикаго. У микрофона был Сергей Сосновский. Всего вам хорошего в наступающей неделе. Пусть она будет продуктивной и спокойной. До свидания.